И сегодня я постараюсь скромно, но с претензией на экспертность, поговорить с вами насчет глоукомы и поделиться нашим опытом. То, как мы видим лечение, ведение, диагностику этой патологии у пациентов. И, естественно, следует оговориться, что это все не только какая-то моя фантазия, а мы собираемся говорить о достаточно серьезной патологии, и поэтому мы должны это делать в контексте каких-то доказательных аспектов, каких-то клинических рекомендаций и так далее. И отсюда, соответственно, первый слайд. Какие вообще есть источники, которые позволяют нам работать с глоукомой в правовом поле? В принципе, если мы говорим про нашу Российскую Федерацию, это, конечно, клинические рекомендации, но, как мы знаем, клинические рекомендации в какой-то степени не успевают за прогрессом, в какой-то степени не охватывают все аспекты такой проблемы, как глоукома. И поэтому мы в том числе ориентируемся на определенные рекомендации, выпущенные нашими коллегами за рубежом. В частности, на рекомендации Европейского глоукомного общества, например, или данные, которые получены у наших коллег из Америки в американском обществе офтальмологов. И прежде чем начать разговор про первичную открытоугольную глоукому, мы должны с вами обязательно понять, что первичная открытая угольная глоукома, к большому сожалению, диагностируется не всегда точно. А если быть более верным, то порядка 30% диагнозов является неверным. В том числе как в рамках дифференциальной диагностики между одной и другой изоформами глоукомы, в том числе вторичными, в том числе закрытоугольными, так и другими нейрооптикопатиями. И среди терминологий имеет смысл разобрать, в принципе, что такое первичная открытоугольная глоукома. Это заболевание многофакторное, прогрессирующее, которое приводит к органическому повреждению зрительного нерва, которое мы объясняем как глоукомную нейрооптикопатия, она имеет свои собственные типичные клинические признаки, выпадению полей зрения и ассоциировано с повышением уровня офтальматонуса. Вот эти вот три составляющих должны быть обязательно, если мы говорим про первичную открытоугольную глоукому. Также есть и другие термины, которые нам сегодня с вами будут интересны. Например, нормотензивная глоукома или глоукомно-псевдонормального давления. Что это такое? По большому счету считается, и в современных наших клинических рекомендациях, такой тип глоукома относится к альтернативным, то есть не совсем типично протекающим, но без поднятия офтальматонуса давление не должно превышать 21 мм, но при этом приводящих все к тем же признакам нейрооптикопатии и выпадению болей зрения. На сегодняшний день ведутся споры насчет существования и вообще места этой конкретной нозологии в ряду глоуком. Рядом авторов и небезосновательно считается, что это не глоукома в истинном понимании, а нейрооптикопатия, связанная как с возрастом, там и с какими-то другими метаболическими изменениями, что отчасти подтверждается тем, что нормализация офтальматонуса, имеется в виду еще большее его снижение, как правило, не приводит к нормальной стабилизации этого процесса у пациентов с нормотензивной глоукомой. Севдоэксполиативные и пигментные глоукомы, по нашим клиническим рекомендациям, они относятся к изоформам первичной открытоугольной глоукомы, по зарубежным рекомендациям, это вторичная, открытоугольная глоукома. В принципе, это спор о терминах, мы не будем сегодня этим заниматься, мы лишь оговорим, что псевдоэксполиативный синдром и синдром пигментной дисперсии, которые лежат в основе данных патологических изменений, они, конечно, увеличивают риск возникновения глоукомной нейрооптикопатии, ухудшают прогноз, и мы видим, что справиться с такой глоукомой, как правило, сложнее. Подозрения на глоукому и офтальмогипертензии. Это еще два термина, которые часто используются, когда мы не можем утвердить однозначно наличие типичного глоукомного паттерна и глоукомного поражения. Однако есть некоторые признаки или сочетание факторов риска, которые в совокупности дают нам возможность заподозрить эту глоукому. Поговорим об этом немножко позже. Переходя к мультимодальной диагностике. К мультимодальной диагностике, в принципе, можно отнести все, что касается глаза, тем или иным способом. Однако мы будем с вами оценивать лишь некоторые параметры, те, которые нашли свое отражение в доказательных базах по европейским, например, рекомендациям или по нашим рекомендациям. И в этом отношении мы никуда не денемся от классического обследования, сбора нам, на зажалоб и прочее, хотя жалобы не специфичны, как правило, при глоукоме. Рефрактометрия и визометрия, что в первую очередь, конечно, важно для оценки достоверности проведения нами периметрии, оценки понимания, может ли пациент ее правильно выполнить в силу своих умнистических, например, способностей, а также для оценки уже финальных стадий ГОУКО. Рефрактометрия, поговорим про ней дальше, да, это важный метод измерения, здесь много споров, много нюансов, но это основной фактор риска, на который мы можем воздействовать в принципе при лечении глоукома, поэтому это ключевой параметр. Биомикроскопия нужна обязательно, именно в первую очередь, для диагностики одной, другой, третий и так далее, из-за форм глоукомного процесса или в принципе патологий, гониоскопия должна выполняться обязательно каждому пациенту, который подозревается на глоукома. Опять-таки, в первую очередь, с точки зрения деперинсиальной диагностики на какую-то вторичную причину. Офтальмоскопия диска зрительного нерва относится к рекомендациям сильным и сильнее, нежели ниже у меня красным цветом, помечено исследование диска зрительного нерва уже по данным инструментальной диагностики. Считается, что мы об этом поговорим чуть позже, в плане статистической достоверности, хотя и субъективная, но тем не менее, офтальмоскопическая оценка диска зрительного нерва будет являться более достоверным таким вот диагностическим критерием для установки глоукомы, чем даже исследование диска зрительного нерва. Если мы говорим не про отдельного взятого пациента, конечно, а про статистическую выборку, и в этом сложность, в этом обман такой вот мультимодальности всего подхода к лечению глоукомы. То есть нам кажется, что мы с помощью наших методов исследования можем диагностировать все и на ранней стадии, но зачастую, к сожалению, это не так. А также спорным моментом является плохим изменение толщины центральной роговицы. Почему? Поговорим. Тонометрия. Я думаю, что останавливаться долго мы на этом не будем. Лишь упомяну, что есть два типа измерения. Это патонометрическое и п нулевое, для которых разные нормы. Естественно, лучше ориентироваться на п нулевое, поскольку большинство способов измерения используют именно эту метрику, в том числе тот прибор, который мы используем здесь, и считаем одним из наиболее удачных, это IKEA. Что касается тонометрии по Маклакову, которая классическим образом измеряет давление патонометрическое, с помощью переводной линейки по Нестерову и Егорову можно также получить п нулевое. Какие нерекомендованные методы измерения? Из нерекомендованных это воздушная струя, то есть неконтактный метод. Все остальные в той или иной степени имеют умеренную степень достоверности измерения, но самый главный параметр — это измерение одним и тем же прибором у одного и того же пациента. Тогда все эти измерения будут являться статистически достоверными. Вот на это в первую очередь надо ориентироваться. И во вторую, какой конкретный метод измерения у вас в наличии. Деомикроскопия. Вот два классических примера, для чего она в принципе нужна при глукоме. В первом случае мы выявляем на эндотелии роговицы в оптической и парооптической зоне дисперсию пигмента, что является признаком синдрома пигментной дисперсии, наталкивает нас на мысль об этом звене патогенеза в развитии глукомы. На нижнем слайде представлена классическая картина псевдоэксполиативного синдрома, что также будет влиять на наш прогноз и на выбор, наверное, первоначального лечения. Также мы диагностируем какие-то вторичные изменения, которые могут повлиять на пути оттока внутриглазной жидкости внутри глаза человека. Это обязательно нужно делать. Гониоскопия, к большому счету, проводится с теми же целями, как я уже сказал раньше. Диференциальная диагностика, определение степени открытия угла, степень пигментации, визуализация возможных осложнений, например, синхиальное закрытие угла, например, обрастание на выразованных сосудах при нововоскулярной глукомы и прочее, и прочее, и прочее. Все это должно быть диагностировано, зачастую изменения спрятаны внутри угла и других проявлений внешне, даже при биомикроскопической картине, мы получить не можем, и это может навести нас на неправильную диагностику. Поэтому мы рекомендуем и рекомендует вообще мировое офтальмологическое сообщество куниоскопию проводить хотя бы один раз при обследовании на глукому пациента, у которого вы заподозрили глукому. Что есть еще? У нас еще в современном мире за счет высокого развития технологий есть и другие методы исследования угла передней камеры и в принципе передней камеры. И среди них, естественно, занимают первое место ультразвуковая биомикроскопия и визуализация с помощью оптической когерентной томографии. Зачастую это более объективный метод в плане оценки угла, в плане визуализации эффекта после лазерной иридектомии, например. Однако есть один большой минус в этих методиках. Первое. Это невозможность увидеть, визуализировать то, чем обструкционно забита тробекула, если таковая обструкция имеется. То есть все равно придется делать гониоскопию, а это лишнее время и назначение для пациента. И второе. Невысокое качество, к сожалению, проведения УКТ угла передней камеры у как минимум четверти или трети пациентов, независимо от той УКТ-системы, которой проводятся данные исследования. Минусы же УБМ. Попробуйте найти УБМ в Санкт-Петербурге и направить туда типичного глухонного пациента. То есть недоступность для пациента подобных методов. Пахиметрия. Насчет пахиметрии. Как можно вообще измерить толщину роговицы? Есть три основных метода. Это оптическая когерентная томография, это кертотопография, которая измеряет всю толщину, а также оптическая биометрия тем или иным способом. Ультразвуковую биометрию я, конечно, в силу неточности измерения сюда не вношу. Нужно ли изменять? Раньше был подход, что нужно обязательно и нужно делать поправку. Вы все знаете, что есть вот такая вот таблица поправки, которой многие пользуются. Сейчас в современных рекомендациях фигурирует все-таки информация о том, что нужно отходить от проведения вот этих поправок. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Здесь очень дискутабельно. Если мы будем говорить про наш опыт, мы делимся нашим опытом, мы все-таки проводим поправку толщины роговицы, но понимая, что мы проводим ее каждый раз при каждом измерении давления, для того, чтобы нам было понятнее. И при этом имеет смысл проводить эту поправку, если мы все-таки себя как-то мысленно привязываем вот к таким вот целевым значениям внутриглазного давления. А тенденция современной офтермологического сообщества несколько иная. Мы отходим сейчас от, в принципе, такого понятия, как заданные параметры целевого внутриглазного давления. И считается, что необходимо обязательно несколько наблюдений для подтверждения стабилизации или нестабилизации течения глаукомного процесса. И в случае наступления стабилизации при какой-то конкретной цифре, неважно какой цифре, эта цифра принимается за индивидуализированное целевое внутриглазное давление. И весь мир сейчас стремится двигаться вот в эту сторону. То есть не привязываться к фигурирующей у нас в рекомендациях вот этой таблицы, а следовать все-таки индивидуализированному подходу. Отчасти это правда. Особенно учитывая, что есть и офтальмогипертензия, состояние при котором может быть повышен, в принципе, уровень офтальматонуса, но не будет происходить никакого глаукомного поражения. И точно так же существует глаукома псевдонормального давления, когда при давлении 16 будет происходить нарушение, поражение зрительного нервы. Именно исходя из этих соображений и сейчас приходит вот к такому выводу. Периметрия. Периметрия является самым важным в оценке динамики глаукомного процесса. Почему? Потому что, несмотря на то, что это по большому счету субъективное исследование, оно отражает непосредственно поле зрения, а, соответственно, непосредственно качество жизни данного пациента. И исторических методов периметрии было много. Раньше, когда была только кинетическая периметрия, достоверность обнаружения глаукома была низкой, можно было обнаружить глаукому в третьей стадии, второй может быть с натяжкой и так далее. Потом появилась надпороговая, всем нам известный периметр Переком, который в большинстве случаев был распространен, например, в частности, в нашем городе в рамках оборудования глаукомных центров. И по сравнению с тем, что была только кинетическая периметрия по ферсту, это был, естественно, прорыв. Сейчас, учитывая современное развитие медицины, это уже архаика, по большому счету. И заподозрить глаукому на ранних стадиях или отследить точно, четко какую-то минимальную динамику с помощью такого метода мы уже не можем. Поэтому сюда обязательно должен зайти разговор о пороговой периметрии. Пороговой периметрии, здесь представлен снимок периметрии по нашему прибору, это Humphrey, Field Analyzer третьего поколения. Но это не единственный прибор, который обладает всеми такими пороговыми измерениями. Однако именно программы, которые присутствуют в этом приборе, являются золотым стандартом для оценки, в принципе, глаукомного поражения. И везде фигурируют следующие. Это 24-градусная зона, 30-градусная зона и 10-градусная зона. И здесь мы должны немножко обратиться к анатомии и поговорить про так называемую зону макулярной уязвимости и простодийность глаукома. По большому счету глаукома начинается таким образом, что замечено было, в первую очередь поражается вот эта часть нервного пучка. То есть у нас есть верхние и нижние нервные пучки. И самая височная часть волокон каждого из пучков, верхнего или нижнего, но в подавляющем большинстве нижнего, будет являться так называемым пучком, отражающим зону макулярной уязвимости. То есть именно там в большом проценте случаев происходят первые глаукомные поражения. Эти глаукомные поражения заметить на классической 24-градусной зоне достаточно редко, когда можно. Но можно на 10-градусной зоне. Почему? Потому что площадь точек обследования периметрии на единицу измерения будет значительно больше. И вот эта вот зона, вот эта вот зона, вот эта вот зона. То есть тут всего две точки, это 24 градуса. И визуализация, как 24-градусное поле проецируется на глазное дно. А это 10-градусная зона. И здесь значительно больше точек. То есть вот этот аркулатный паттерн может быть выявлен при проведении 10-градусной зоны. Поэтому 10-градусная программа периметрии рекомендована для проведения пациентам на еще допериметрической и подозрения при глаукоме стадии. Дальше, когда вовлекается в процесс все больше и больше нервных волокон, мы уже можем оценивать спокойно по золотому стандарту, как движется этот процесс. Но рано или поздно мы приходим к тому, что глаукома достигает третьей стадии. У нас образуется кольцевидный дефект или диффузное снижение светочувствительности. Остается только центральное зрение. И дальше оценить прогрессию мы уже достоверно по 24-градусной зоне не можем. И поэтому возвращаемся опять в 10-градусную. Почему? Потому что это как раз то самое центральное окно. Последнее сохраненное зрение пациента. И там прибор позволит нам в дальнейшем оценить динамику. Также в Хамфри третьего поколения реализована программа 24-2С. Она подразумевает сочетание сразу двух программ. Это 24-градусная зона и небольшой паттерн 10-градусной зоны как раз для вот такой вот более расширенной скрининговой диагностики. Типичные периметрические симптомы. Они все нам известны. Тем не менее, я позволю себе напомнить. Объясню почему. Потому что в дифференциальной диагностике между глаукомной и неглаукомной нейрооптикомпатиями именно нахождение типичных периметрических признаков будет очень важным критерием. Это расширение слепого пятна, назальная ступенька, аркуатные дефекты, парацентральные скотомы и в конечном итоге диффузное снижение светочувствительства. Также следует отметить, что данные периметрии пороговой по современным режимам позволяют в автоматическом режиме отслеживать прогрессию при повторных исследованиях одного и того же пациента. Что наглядно демонстрирует, движется ли процесс в сторону ухудшения или нет. Теперь переходим к органической составляющей. Мы разобрали с вами функцию, по большому счету болезрения. Это функция, то есть следствие органического повреждения. Как мы можем оценить, что произошло у глаукомное повреждение? Или офтермоскопически. Это более классический метод. И по современным рекомендациям я повторю это еще раз, этот метод является более рекомендованным в плане сил и доказательств относительно проведения оптической конкурентной томографии или уж тем более гендельбергской ретинальной томографии. При офтермоскопии мы оцениваем следующее. Причем всегда оценка наша начинается с анатомии дискозрительного нерва. Если мы имеем в виду диск средних размеров, нормального вреза, средней анатомии, без каких-то выраженных перепопулярных анатомических проблем, то такая оценка как по офтермоскопии, так и по оптической конкурентной томографии представляется достоверной. Если же мы имеем дело с мегалодиском или наоборот микродиском, если мы имеем дело с какими-то врожденными аномалиями, с посттромботическими ретинопатиями или любыми другими вещами, которые могут менять анатомию дискозрительного нерва, то достоверность нашей диагностики резко снижается. И в этом отношении периметрия опять выходит на первый план в диагностике глукома. Решение экскавации по вертикали это основное. Почему? Потому что глукомный паттерн как раз таки будет то есть глуком будет поражать именно верхние и нижние нейротинальные пучки. Например, при дифференциальной диагностике с рассеянным склерозом, токсической нейропатикопатии или другими проблемами, связанными с дисками зрительного нерва, мы будем отмечать паттерны поражения диффузно, будем получать паттерн поражения с височной стороны, в обличении центрального зрения в первую очередь. А при глукоме это типично поражение или верхней, или нижней, или обеих нейротинальных структур по аркуатному признаку. Не буду перечислять остальные признаки, вы, в общем, их все знаете. Учитывая, что в термоскопии не теряет свою актуальность, может не терять свою актуальность и подобная шкала, которая из года в год кочует из рекомендаций. Это шкала DDLS, оценки риска возможного глукомного поражения диска зрительного нерва, в зависимости от конфигурации оптермоскопической картинки. В этом отношении четвертый и высший класс могут быть отнесены к глукоме с высокой степенью вероятности. Пользоваться ей или нет, решает каждый актальмолог сам, но не упомянуть о ней мы не можем. Теперь же перейдем к самому интересному и самому сложному. Это оптическо-когерентная томография. Я говорю, что про гильдельбергский ретинальный томограф HRT мы сейчас не говорим. Он исчез, в принципе, практически из всех современных руководств. Поэтому сейчас и плюс приборы, которые остались, они все больше и больше уходят в небытие. Поэтому на современном этапе имеет смысл уже рассматривать именно такой тип диагноз. О чем следует сказать? Любое ОКТ-исследование, как сказано в клинических рекомендациях, не может быть основанием для постановки клинического диагноза. Это лишь справочная диагностическая процедура, способная сравнить с нормативной базой прибора и выдать вероятность негативного или позитивного результата. В этом случае о чем мы говорим? Говорим обо всех вот этих вот цветных картинах о карте девиации. То есть происходит сравнение конкретного пациента, данных конкретного пациента с нормативной базой прибора, которая ограничена. Во всех современных ОКТ-системах она не превышает всего порядка 500 человек максимум. Или там 400 с чем-то. Я точно не помню цифру, но порядок такой. Смысл в чем? Эти 500 человек надо разделить по возрастам. От 18 до 90, до 75, до 80 лет и пополам по полу. И мы получим, что по большому счету не так уж и много человек, с которыми мы производим сравнение в конкретной половозрастной группе. Отсюда можно методом опыта сделать вывод, что если у нас нормальная анатомия диска зрительного, а, и по диску зрительного нерва, по размеру. Если у нас нормальная анатомия диска зрительного нерва, средний размер диска, возраст примерно 60-65 лет, и неважно, какой пол, да, это сравнение будет в достаточно высокой степени достоверно. Если перед нами пациент, например, у которого мы подозреваем галкуму до 50-ти лет, или наоборот, слишком пожилой пациент к 90-ти годам, или пациент с мегалодисками, все это сравнение уже следует очень-очень серьезно подвергать критическому осмыслению. На что можно обратить внимание в каких-то более, скажем так, уже несравнительных, абсолютных параметрах. Это верхняя карта. Это карта абсолютных толщин. Здесь она картируется четко по микронам. И она, по моему глубокому убеждению, является одной из наиболее информативных в плане выявления или не выявления галкумуного процесса, особенно при нестандартных дисках. И то же самое при оценке ганглиозного комплекса. Это основное. по поводу проведения исследований. Теперь, что касается галкумного паттерна. Паттерн галкумный, как мы знаем, он представляет собой поражение одного из нератинальных пучков. То есть, поражаются ганглиозные клетки, аксоны, и, соответственно, вся вот эта вот связь, имеющая четкую анатомическую объемную структуру, начинает уменьшаться за счет атрофии. И мы видим аркуатный дефект. Как на карте толщины, так и на карте девиации. С краевым прорывом экскавации. Неглаукомный паттерн представлен вот здесь. Мы видим, что диффузная истончена макула, то есть, ганглиозный комплекс везде. В чем разница? Разница в том, что здесь есть четкий горизонтальный паттерн. То есть, через ватер-линию не переходит повреждение. Оно четко задействует бассейн иннервации одного пучка. Здесь же, во-первых, несоответствие изменений на диске зрительного нерва с изменениями в макуле. А во-вторых, переходит вот эту центральную линию. Это один из основных таких некоменциально-диагностических признаков. О чем еще нужно сказать? Все те же проблемы проведения диагностики на современном уровне ОКТ-системы. Это понятие о красной и зеленой болезнях. За счет артефактов сегментации, за счет все тех же анатомических особенностей в ту или иную сторону прибор может извращать те аналитические параметры, которые подвергаются анализу и давать нам картину в виде или например красной болезни, когда он заведомо ложно переводит линейные значения и сравнивая их с нормативной базой дает нам паттерн поражения. Или наоборот и очень скажем так в обратную сторону неправильной сегментации дает нам зеленую болезнь. То есть мы понимаем, что у пациента глаукома есть, это подтверждает поля зрения, но по данному ОКТ мы не видим никаких изменений. Почему? Например, потому что это гиперметропс очень с скученными скажем так фоторецепторами и вообще нервными слоями за счет крупного глаза. Или например это состояние с крупным или мелким диском, когда происходит оценка слоя нервных волокон в разных удалениях от диска зрительного нервов. А чем дольше мы от него удаляемся, тем тоньше слоя нервных волокон. Поэтому при мелких дисках мы будем видеть, что все красное по центру, а при крупных дисках наоборот, что все зеленое, потому что мы попадаем в самую толстую часть слоя нервных волокон. И так далее. Об этом тоже нужно помнить, и это тоже мешает нашей достоверности. Отсюда вопрос, зачем нам тогда вообще проводить УКТ-исследование для таких пациентов. Иногда все-таки оптическая конкретная томография дает ответ на вопрос, есть волокома или нет. Иногда нет, но у нас есть возможность провести объективизацию динамических наблюдений. И вот это на самом деле одно из основных преимуществ, которые позволяет провести УКТ-систему. Но что самое интересное, тем не менее во всех рекомендациях тем все равно делается акцент на том, что более достоверным будет являться прогрессирование полученное по данным динамического проведения периметрии относительно УКТ-системы. Вот такую карту позволяет построить УКТ-система, например, ЦИРУС, как у нас. При этом первых два измерения являются точками отсчета, и каждая последующая сравнивается с этими двумя. И вот здесь мы находим вероятное поражение. Пациент приходит на следующий визит, и мы видим, что в этой зоне действительно есть поражение, подтвержденное в том числе и в соответствующей зоне генглиозного комплекса. Вот такая оценка, она будет меньше зависеть от анатомических особенностей диска зрительного нерва. то есть даже если у нас здесь косой вход и все недостоверно для единичного измерения, но при динамике мы начинаем понимать, что у нас вылезает потихонечку один и тот же глухомный паттерн, вот это будет достоверно. И вот в этом смысл. Это требует конечно большого комплаенса в плане посещения пациентов конкретно вас, чтобы он проходил конкретное исследование у вас на одном и том же приборе. много-много раз. Ну и вот пару примеров буквально мультимодального подхода, как это видно. Мы видим, что неопия, неопический конус, по всей видимости, небольшой, некоторым образом такой косой вход диск зрительного нерва, что мешает нам точно определить глухома или неглухома. Но в бескрасном свете мы видим дефект свой нервных волокон. Он подтверждается по данному КТ, мы видим расширение экскавации в вертикальном размере. Он подтверждается и, скажем так, вот здесь графически изображено глухомным паттерном в глиозном комплексе и соответствующим выпадением поля зрения, то есть вверх-внизу, как мы понимаем. Это один из примеров. Их много. И еще один пример, все тот же. Здесь экскавация за счет тоже неправильного анатомического сложения дискозрительного нерва выглядит как будто бы и не глоукомный, а просто смещенный достаточно вбок. Но здесь косой врез нерва под углом. И это мешает нам диагностике. но здесь мы видим четкое выпадение толщины слоя нервных волокон. Здесь мы видим четкий глоукомный паттерн до середины линии, то есть это связано именно с этим поражением. Мы видим в бескрасном свете пропадение нервных волокон в этой же верно насчет глоукомного изменения. Теперь несколько слов про те же типы более сложные для нас. Подозрения на глоукому. Что это такое? По большому счету это сочетание факторов риска, но в недостаточном количестве и без явных признаков глоукомной нейроптикопатии для того, чтобы утвердить этот диагноз. Что делать в таком случае? Рекомендуется проводить обследование комплексное обследование то есть это и тонометрия и рефрактометрия визометрия и оптическая когерентная томография в динамике трижды с каким-то более-менее значимым интервалом. Это может быть или 4 или 6 месяцев. Для чего? Чтобы можно было построить тот же коридор прогрессии и выявить. Потому что как правило такие пациенты без высокой афтальмогипертензии иначе доктор ставит глукому а не подозрение на глукому и не назначается лечение. В условиях отсутствия лечения мы смотрим есть такой срок за год за полтора изменения или нет. если есть в плане тенденций выставляется диагноз. Афтальмогипертензия повторюсь она бывает разная. Это могут быть ошибки измерения например операторозависимый метод по Маклакову очень этим грешит. Особенно если в вашем кабинете работает медсестра и они меняются каждую смену. То одни измерения то другие измерения то вы сами померили вы это все прекрасно знаете. Также могут быть подъемы за счет того что пациент напрягся за счет того что он только что поднялся по лестнице бегом за счет того что у него подъем гипертонический кризис или у него наоборот упал давление и так далее и тому подобное. Поэтому одно изолированное измерение ВГД как правило обладает очень низкой рестоверности. Если оно повышено мы пока относим его лишь к офтальмогипертензии если оно не сопровождается какими-то явными глоукомными признаками. Иногда мы не можем понять почему у пациента повышенное утревозное давление. Но оно повышено. Но при динамическом наблюдении получается что оно повышено из раза в раз например на одних и тех же цифрах и это из раза в раз не приводит к развитию глоукомного изменения. То есть такая индивидуальная норма для пациента. И симптоматическая ну то есть за счет какого-то другого заболевания и так далее. Сердонормальная глоукома вот это наиболее сложное в отношении диагностики особенно на ранней стадии состояние которое сложно иногда диагностировать и еще сложнее дифференцировать с другими патологиями. Потому что как мы знаем чтобы ее обнаружить необходимо или пройти полное медицинское обследование включающие периметрию и какие-то объективные методики. Или простите дождаться пока у пациента не выключится центральное зрение. Что и является к сожалению зачастую основной причиной для первичного обращения такого пациента к офтальмологу. При скрининговых же измерениях внутриглазного давления заподозрить глоукому такую не получается. также следует отметить что глоукома псевдонормального давления это по большому счету глоукома диагноз исключения. То есть мы сначала должны исключить другие нейропатии и подтвердить здесь развитие топичного глоукомного паттерна. В рекомендациях фигурирует ссылка на так называемый калькулятор рисков развития глоукомы ОХТС который был предложен в рамках проведения данного исследования. По большому счету это достаточно неплохой помощник для каких-то пограничных случаев когда мы должны понять назначать лечение или не назначать и тем более когда мы хотим чтобы вот это наше решение было подтверждено чем-то юридическим учитывая что калькулятор относится к нашим клиническим рекомендациям российским это может быть таким помощником. Следует ли к нему относиться как такой панацея конечно нет не следует здесь очень много подводных камней и оцениваются далеко не все факторы риска которые должны оцениваться однако есть некоторые помощи вот так примерно выглядит поле которое мы заполняем для получения риска в баллах и в процентах пятилетнего развития гу-пома выбирается возраст давление толщина роговицы отклонение среднее отклонение по периметрии и отношение вертикальной экскавации и рассчитывается риск развития гу-пома в течение какого-то времени можно пользоваться кратко схема просто для подытоживания режима наблюдения когда мы думаем гу-пома не гу-пома как часто наблюдать и так далее теперь переходим к принципам лечения значит на сегодняшний день единственный достоверно доказанный фактор риска на который мы можем повлиять для того чтобы остановить гу-пома это внутривозное давление причем это характерно как для гипертензивной так и для нормотензивной типах гу-пома и снижение давления будет основной точкой нашей терапии на что сейчас делаем упор вам приходит пациент с определенным уровнем офтальмотонуса считается что нужно снизить уровень давления на 30% от исходного с которым он пришел но бывает что пациент приходит с давлением 40 и тогда мы снижаем ему давление на 30% получаем 26% если я ничего не путаю что является все равно достаточно высокой цифрой мы понимаем что если есть уже гу-пома от поражения оно будет продолжаться поэтому вот это вот значение 30% оно является условным второе все-таки мы возвращаемся к этой таблице как те цифры к которым мы должны прийти ориентировочно при той или одной стадии гу-пома на которую пациент вам пришел для таких вот случаев когда не очень понятно до каких цифр поснижать давление это может быть таким ориентиром но опять-таки для первичных каких-то визитов пациента после того как вы можете позволить себе пациент может себе позволить походить для динамического наблюдения вы уже выработаете конкретно для него тот уровень на котором не будет происходить прогрессии вы будете вести по вот этому алгоритму что касается медикаментозного лечения везде сейчас считается что препараты первого выбора и в принципе терапия первого выбора это медикаментозная терапия с использованием аналогов простегландинов за исключением случаев когда их нельзя назначать пациенту почему потому что наиболее высокий комплайнс однократное закапывание один раз в день в оба глаза потому что наиболее выраженный гипотензивный эффект как раз таки порядка 30 процентов что является рекомендованным целевым значением снижения ВГД поэтому начинаем с него что дальше препарат не работает мы можем поменять препарат на тот или другую группу и попробовать добиться все того же снижения давления на 30 процентов или до целевых значений препарат не работает что дальше мы можем попробовать перейти к добавлению второго использовать уже две группы и так далее подходы такие это если мы говорим про исключительно медикаментозную терапию естественно нельзя не сказать что предпочтение отдается фиксированным комбинациям предпочтение отдается бесконсервантной терапии по понятным нам причинам я о них еще скажу считается что более трех препаратов разных групп назначать нецелесообразно потому что снижение давления первого 25-30 процентов второго до 10 третьего 7-5 процентов а четвертый уже 1 процент ни на что не влияет грубо говоря вот так поэтому если мы говорим про медикаменты здесь представлена таблица для напоминания о том насколько снижается давление разными группами препаратов какую из них выбирать первая линия это простагландин дальше по усмотрению доктора в зависимости от сопутствующих заболеваний и так далее нейропротекция по поводу нейропротекции здесь больше расположено всяких слухов больше развенчано всяких мифов больше создано новых мифов нежели во всей другой наверное области медицины которая касается нервных структур в этом отношении мы очень часто особенно при глоукомах которые плохо поддаются лечению назначаем различные препараты и улучшающие трофику и улучшающие скажем так мозговое кровообращение и аналоги какого-нибудь ноотропа почему потому что мы пытаемся любыми способами повлиять на глоукому а зная ее патогенез понимаем что это в общем-то логично для назначения надо понимать что все это оффлейбл то есть вне показаний которые рекомендованы а то что рекомендовано это бремонидин это единственная молекула которая прописана что обладает в том числе нейропротекторным эффектом вот в правовом поле это единственное все остальное это оффлейбл на ваше усмотрение лично мое мнение для определенных случаев особенно для псевдонормальной глоукомы когда мы не всегда уверены что мы лечим именно глоукому а все-таки не какую-то другую нейропатию не лишним будет назначение и вот тех препаратов лично назначаю и в ряде случаев вижу хороший положительный эффект но это случай это не статистическая достоверность это мое мнение очень важная тема беременности глоукома не так много конечно к счастью молодых беременных женщин репродуктивного возраста кто болеет глоукомой но к сожалению такое встречается и в этом случае мы начинаем думать а что можно а что нельзя конечно считается что наиболее важным это здоровье ребенка здоровье плода и мы должны ни в коем случае вредить такая парадигма она во всем мире но иногда мы понимаем что если мы на протяжении 9 месяцев не будем давать терапию для пациента то пациент будет слепой матерью живого здорового ребенка что тоже нехорошо что делать и сразу можно оговориться что юридическое поле защищает себя вот такой вот фразы что ни один из антиглоукомных препаратов не классифицирован как безопасный или полностью противопоказанный при беременном то есть можете назначать или можете назначать но на ваше усмотрение на ваш риск к сожалению формулировка такая и юридическое поле оно такое тем не менее к практической жизни есть особенности я их здесь немножко перечислил о чем имеет смысл сказать что не теряет актуализации пережатие слезной точки все-таки для уменьшения системного всасывания это наиболее простой наиболее эффективный наиболее логичный метод уменьшения вот этой вот нагрузки медикаментозного препарата лазерная тробекулопластика селективная в том числе может ли это быть хорошим методом это может быть самым лучшим методом откровенно говоря если мы говорим про первично открытоугольную галуком почему мы делаем процедуру и в ряде случаев это позволяет или убрать какой-то один или два препарата или отказаться от препаратов в принципе пускай на какой-то срок то есть мы понимаем что селективная лазерная тробекулопластика она имеет ограниченный эффект но вот как раз срок беременности является тем сроком когда этот эффект должен быть достаточно это не панацея но это один из возможных вариантов движения в плане максимальной безопасности для беременной женщины дальше еще несколько тезисов нельзя назначать аналоги простагландина ближе к моменту родов то что может быть гипертонус и так далее вот то же самое на 9 месяце следует прекратить бета-дреноблокаторы период лактации уже разрешено достаточно много потому что тератогенного действия мы ожидаем в первом триместре после родовом периоде вот риск вариант биодоступности препаратов кратно снижается что насчет хирургии хирургическое лечение конечно в данном случае учитывая что пациент молодая должно очень взвешенно подходить мы должны очень взвешенно подходить к этому только в том случае прибегать к нему если вне его отсутствия мы рискуем значительные потери в любом другом случае мы стараемся не делать этого во время беременности потому что можно столкнуться с осложнениями которые потребуют более интенсивных более сложных более инвазивных вещей с роженицей с беременной женщиной что может быть уже угрозой для плода поэтому в крайнем случае вот один из важнейших слайдов которые сегодня я должен вам представить это комплайнс вернее нарушение комплайнса мы должны понимать что когда пациент приходит к вам и говорит да капаю вы его спрашиваете что и он не может вам назвать препарат это значит что он не капает препарат и к сожалению каждый второй пациент грешит именно этим потому что если ты видишь баночку с препаратом каждый день ты волей-неволей знаешь как он называется знаешь сколько там процентов и какая там дозировка если ты этого не знаешь значит ты не капаешь во всяком случае в большинстве случаев согласен согласен здесь я с вами полностью согласен достаточно большое дискуссионное поле мы знаем основные проблемы я покапала что-то мне не понравилось я не почувствовала эффекта и так далее у меня начало печь глаз я выкопала один флакон и все да я покапал мне не понравилось я не знал что надо больше капать мне неудобно капать я забыл в командировке и так далее и тому подобное в чем проблема проблема в нас мы не объяснили вот я глубоко убежден что проблема в нас мы не объяснили всю важность мы не напугали пациента так как нужно не объяснили что его ждет не показали ему наглядно моя моя убежденность именно в этом но тем не менее есть и объективные причины которые могут вот поспособствовать незакапыванию пациента мк отсюда есть вариант рассмотреть альтернативы которые также не являются ни в коем случае панацеи не являются таким вот вау решением который избавляет от всех проблем но могут быть в определенной степени хорошим подспорьем и при первичной открытой угольной галукомии мы говорим про лазерную тробекулопластику и селективную лазерную тробекулопластику доказано что они хорошо работают на первой и второй стадии дальше их эффективность значительно ниже а кроме того учитывая что они обладают транзиторным гипертензивным эффектом это может быть опасно на ближе к финальной стадии галукома то есть этот транзиторный подъем давления который в течение нескольких двух-трех-четырех недель после тробекулопластики присутствует может к сожалению чашу весов перевести в ту сторону что у пациента будет финальная прогрессия поэтому это опасно делать на финальных стадиях плюс доказано что эффект низкий на первой и на второй стадии да эффект хороший но на первой и второй стадии и капли как правило работают хорошо и здесь вариантом выбора именно такого метода воздействия будет что это или возможность отказаться пациенту от закапывания капель снизить с него нагрузку на побочные эффекты но наверное это и основное если мы понимаем что пациент некомплоентный мы можем ему также порекомендовать с этой целью это сделать дальше в чем разница разница АЛТ и СЛТП в том что разный тип лазера разное воздействие и от этого зависит то как часто мы можем повторять это воздействие как мы видим при лазерной тробекулопластике будет аргоновый лазер или зеленый лазер будет достаточно крупное повреждение за счет коагулирующего действия и в конечном итоге мы израсходуем всю тробекулу кроме того сложности проведения данного вида исследования связаны с анатомической особенностью нужно четко понимать куда ты стреляешь иначе можно или навредить или не добиться эффекта что касается селективной лазерной тробекулопластики к сожалению до конца мы не знаем как она работает мы знаем только что она работает и были несколько теорий кто-то считает что метаболическая теория то есть такая активация тробекулярной сети позволяет некоторым образом перестроиться и увеличить пути оттока то есть увеличить проницаемость внутривозной жидкости кто-то считает что таков механизм исключительно механический за счет все того же коагулирующего адсорбирующегося пигментом лазерного воздействия окончательного понимания нет но есть факт что это работает но на микроскопии это электронная микроскопия видно что степень повреждения меньше чем при АЛТ то есть при аргонлазерной тробекулопластики что позволяет повторять исследование вот это один из тех как бы вариантов которые действительно выводят это воздействие на вранг не чего-то такого что мы один раз сделали не помогло давайте опять капли капли а то что можно действительно повторить не до бесконечности естественно но в каком-то объеме здесь основные тезисы я просто для вас привел для удобства решает ли это проблему галукомы нет это отсрочивает проблему галукомы и отсрочивает проблему капель отсрочивает проблему хирургия или не хирургия но не решает ее полностью здесь несколько цифр статистики в принципе по слт и по айлт по большому счету эффективность достаточно высокая если мы делаем первый раз воздействие то гипотензивный эффект после транзиторного подъема давления когда все нормализуется составляет тоже примерно порядка 30 процентов что сравнивается с показателями аналогов простагландинов при повторных же воздействиях это касается слт конечно эффективность снижается то есть сначала мы можем получить 30 процентов снижения вгд потом 20 15 потом 7 и так далее но до какого-то момента повторять может быть полезно фигментная галукома вот это самое интересное фигментная галукома повторюсь по нашим рекомендациям относится к первичной открытой угольной по зарубежным к вторичной тем не менее нужно про нее сказать имеет ли смысл делать лазерную рентами с патогенетической точки зрения мнение расходится зарубежные авторы пишут что доказательств того что это влияет на прогноз нет так и пишут по данным многих исследований наша школа правда это исследования которые были проведены все те же 10-15 лет назад такие наиболее актуальные тем не менее говорят о том что с патогенетической точки зрения нужно но на стадиях пока это еще только в сегнуром фигментной дисперсии или ассоциированная с этим автальма гипертензия но уже не развитая галукома когда эффективность низкая то есть можем делать можем не делать но уже обратно патогенез не разовьется поэтому однозначного решения здесь на сегодняшний момент нет мое личное убеждение что надо делать ну потому что есть явный патогенез нужно разрывать это патологическое порочное кальцин хирургическое лечение галукома его есть много есть два типа хирургического лечения это то которое улучшает отток внутриглазной жидкости и вот три основные виды три основных вида простите хирургических операций сейчас представлены перед вами это синус-трагоголоктомия непроникающая глубокая эстероктомия и соответственно дренирующие устройства установка клапана когда оперировать все современные руководства опять-таки говорят о том что когда неэффективны другие методы лечения но это официальная скажем так история если говорить неофициально то мы наверное все замечали что есть ряд пациентов в которых была глаукома которым сразу прооперировали глаз и он уже 20 лет ходит и не знает горе со своим низким давлением в то же время есть пациенты которые долго лечились каплями в том числе консервантами в том числе без консервантами им делают хирургию через 6 месяцев у них эффекта и это очень большая проблема потому что все хирурги понимают прекрасно что вот эта проблема фильтрационной подушки ее склерозирование и закрытие это проблема вот предыдущей длительной инсталляции вот этих вот медикаментов в большом количестве и тем более мензолкониахлориды как консерванты но при этом не регламентировано что нужно начинать хирургию у пациентов с глаукома можем ли мы все-таки пойти на это и начать конечно можем другой вопрос что в ряде случаев ссылаясь уже на какую-то юридическую защиту мы можем быть незащищены потому что решились именно на такое нужно доказать что без этого было нельзя обойтись а как доказать снизкий комплаенс сложности посещения пациента может быть регулярно сложности закапывания какие-то сопутствующие заболевания и так далее что касается лазерной циклофотокоагуляции то есть разрушение целиарного тела разрушение продуцирующей метрогазной жидкости структуры сейчас она рекомендована тогда когда мы уже имеем дело не с видящим глазом а с терминальным глазом потерявшим предметное зрение то есть это четвертая стадия глаукомы и болящим то есть можем ли мы сделать такое воздействие достаточно грубое связанное с определенным рядом побочных эффектов неприятных пациенту просто с невидящей глаукомой наверное нет большой необходимости только если он не может себе позволить продолжать капать капли чтобы не допустить болящей глаукомы в любом другом случае не стоит если же пускай давление будет 30 но на этом фоне глаз как орган будет сохранен он не будет болеть не будет беспокоить это наилучший вариант чем мы сделаем вот это вот неточное воздействие грубое разрушим глаз и он может уйти в суботрофию он может уйти в хронический вид и мы будем с этим потом очень долго поражаться поэтому болящая терминальная глаукома на невидящем глазу это то показание которое вот такая небольшая иллюстрация циркулюс витозус наших пациентов пациент приходит на обследование доктор назначает капли пациент капает мучается от побочных эффектов переживает из-за неэффективности приходит к доктору доктор назначает еще капли меняет другие и так далее и тому подобное на самом деле это очень сильно снижает качество жизни пациентов это угнетает пациентов особенно понимая что пациенты в современном мире достаточно хорошо информированы о том что такое глаукома к счастью не приходится каждому второму объяснять что это приводит к слепоте и это приводит и к депрессивному состоянию в том числе и это нельзя не принимать во внимание учитывая что все-таки мы считаем что мы должны нам завещали да великие наши предки не лечить только заболевания но и помогать пациента и какие же можно по этому поводу сделать в общем-то выводы что нужно всеми методами стараться леча пациента и не допуская ухудшения его зрения снижать ему бремя вот этого самого лечения то есть назначать четко необходимое количество визитов к клинику и не больше назначать как можно меньше препаратов меньше флаконов меньше инсталляции при необходимой эффективности это может быть достигнуто путем использования фиксированных комбинаций сочетания с лазерным лечением а также стараться не плодить у пациента синдром сухого глаза и побочные эффекты благо на современном рынке есть достаточное количество препаратов бесконсервантных в том числе современная последняя тенденция это введение некоторых увлажняющих компонентов что я считаю что конечно хорошо вот тезисно мы с вами пробежались по тому как обстоит дело с первичной открытой галукомой на сегодня я не претендую на истину в последней инстанции ни в коем случае то что я сегодня изложил основано как на литературе которая рекомендована так и на общих моих наблюдениях и рекомендациях наблюдениях моих коллег нашего центра поэтому я благодарю вас сегодня за внимание до следующего